Что такое 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 и так далее плюс n? Что такое 1 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс 3 в квадрате плюс 4 в квадрате и так далее плюс n в квадрате? Что такое сумма кубов? Ну, считать-то считать. Что такое сумма четвертости? И выяснить, что если не заниматься никакими числами вернули, то есть замечательный народный метод, который для нас абсолютно доступен и который нам даст результат. А именно, оказывается, полезно вычислять вот такие суммы. И вот, оказывается, у них есть комбинаторный смысл, и мы сегодня сможем доказать такую теорию. Сумма возрастающих катых степеней, где число n пробегает от единицы до некоторого n большого, мы узнаем, чему равна. Понимаете, где? То есть, когда берешь 1, 2, 3, 4, это называется четвертая возрастающая степень единицы. Потом 2, 3, 4, 5, и так далее, и так далее. И в конце концов, n, n плюс 1, n плюс 2 и n плюс 3, оказывается, ответ удивительно простой. И у этого есть комбинаторный смысл. И мы это с вами не знаем. Меньше я бы очень делал. Ну, у некоторого числа. А, ну, как бы, количество словаря. Вот. Давайте, собственно, начнем выполнять этот наш замечательный план. Помните ли вы ответ в этой причине? n умножить на n плюс 1 и разделить на 2. Да? Но все это очень напомню. Надо просто переписать эти числа в обратном порядке. Да? И тогда получится вот эта вот знаменитая штука. 1, 2 и так далее. n. Под ним написано n, n минус 1, здесь 1. В каждом столбике будет n плюс 1. А столбиком будет n штука. Значит, ответ так будет. Отлично. Мы часть работы уже сделали. Вот дальше проблема. Потому что здесь формула тяжелая. И вот так вот сходу ее получить тяжело. Но нас спасает то, что следующая формула легкая. Поэтому, пожалуйста, сейчас посчитайте несколько первых значений. Догадайтесь, какая там будет формула. И мы с вами это докажем. Ну давайте, 1 в кубе плюс 20, сколько? 9 плюс 3 в кубе. 18. 36. Нет, 9. А! 9 плюс 2, 37. 1, 9, 36. Дальше. 36 плюс 4 в кубе, сколько? 100. 100. Отлично. 100 плюс 5 в кубе. 225. Абсолютно верно. Сумма кубов – это сумма чисел в квадрате. Ну, это более-менее случайный такой эффект. То есть, к сожалению, не надо думать, что это повторится еще где-нибудь. Или другими словами. Это n в квадрате умножить на n плюс 1 в квадрате и разделить на 4. Вы видите, а с квадратным квадратом? Что? А с квадратным потом. Давайте мы сначала поймем вот что. Господа, неплохо бы это доказать. Да? Неплохо бы суметь понять, откуда вот эта вот замечательная формула берется. Между прочим, у нее есть геометрическая доказательность. То есть, если вы берете 1 в кубе, потом берете 2 в кубе. Только вот интересный вопрос, а что такое 2 в кубе? А это 2 квадрата, каждый из них 2 на 2. Я сейчас попытаюсь нарисовать, не уверен, что у меня красиво получится. То есть, нужно взять вот так вот, да? Это квадрат 2 на 2. И еще нужно взять 1 квадрат 2 на 2. Правильно? Да, Ирина? Да. Так. И у меня должно быть 1 плюс 2 в квадрате. Да, Ирина? Вот 2 в кубе. И от глядчика перед 5 сюда, и получается такой квадрат. Согласны? Отлично. Теперь давайте думать, а что будет дальше. Мы с вами уже дошли до квадрата, значит, вот такого. Теперь надо добавлять 3 квадрата, каждый из них 3 на 3. Вы согласны, что это очевидно? Вот. Замечательно. Получится квадрат, если вы эту глядочку перенесли. Так все идеально. Вот, они накладывались, значит, надо эту глядочку перенести сюда. Так, вот дальше, ребята, пожалуйста, нарисуйте сами. То есть, смотрите, что вы сейчас должны сделать. Вы должны здесь вот нарисовать 4, понимаете, да? Здесь нарисовать 4, тут нарисовать 4, там нарисовать 4. У вас есть перекрытие, и его надо туда спросить. Мне просто долго рисовать у нас нет этих глядочек. Вас прошу на глядочной бумаге, значит, к квадрату размером 6 на 6, пририсовать 4 квадрата, увидеть, что там будет пересечение, именно 2 на 2, и оно перекинется, и получится вот такой вот замечательный квадрат 10 на 10. То есть, георитическое доказательство есть, да? Попробую, а нет ли у этой задачи все-таки доказательство чисто алкеграического? Конечно, есть. Представляем вместо n единицу. Что будет в левой части, когда вместо n представляешь единицу? Георитическая картинка хороша, когда вы ее знаете. Представьте себе, что вы бы не догадались дать тех квадратиков. Такое могло быть. Даже скорее всего. Вот если нормальному человеку дать, то вряд ли он догадается дать с этой квадратикой. А вот то, что вы сейчас делаете, любой человек сделает, ну, как бы, стандартный метод. Итак, сюда вы вставляете вместо n единицу. 1. 1 в кубе, так и пишите быстрее. Нет, не здесь. 1 в кубе равно. Надо вот сюда выставлять вместо n единицу. 1 в квадрате умножить на 1 плюс 1. Маркет. Да. 1 плюс 1 в квадрате. И знаете, леонидович, ну, нельзя писать внизу. У вас вознаграденство уже идентирует. Да, 3 на 4. Все, это верная формула. Смотрите теперь, что вы должны сделать. Вы должны предположить, что для какого-то n вот это вот верно. И посмотреть, что будет для следующего. Что произойдет для следующего с левой частью? Чем отличается формула для n от формулы для n плюс 1? n равна 8. 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе, тогда это плюс 8 в кубе. n равно 9. 1 в кубе плюс 2 в кубе, тогда это плюс 8 в кубе плюс... Все предыдущее плюс нанекающее мы выслагаем. Вот и пишите. Прямо так и пишите. 1 в кубе, быстрее. 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс и так далее. Плюс n в кубе плюс n плюс 1 в кубе. Да, в скучках. Все понимаете? Это формула для n плюс 1. Равно. Дальше нужно переписать вот это. Это называется предположение индукции. И переписать последнее слогание. Вот это делительная 4. Плюс. Переходите на новую строчку, чтобы не увеличить. Плюс. Так, все понимают, что это делаем? А теперь смотрите, что нужно сделать. Нужно доказать, что это будет вот такое выражение, только когда вместо n написано n плюс 1. Это очень легко с вами сделать. Посмотрите, вот здесь n плюс 1 в квадрате есть. Ну, его нужно просто вынести, ну и 4 нужно вынести. Пишите равно. n плюс 1 в квадрате разделить на 4. Ну и уж там что останется? Нет, никакой не плюс. Вы носите множители. Из суммы. Скобка открывается. Надо писать то, что там осталось. Скобка, да. Множители. Вот эта тропь умножить, да. Что там осталось? Вы вынесли n плюс 1 в квадрате делить на 4. Что осталось? Вынесли множители. n плюс 1 в квадрате разделить на 4. 4. Это я, как я сказал, выросли. Что вам это? 4n плюс 4. 4n плюс 4, конечно. 4n плюс 4. Замечательно. Теперь вспоминаем, что это такое. Это квадрат. Это квадрат суммы. n плюс 2 в квадрате. Отлично. Значит, у вас здесь еще не вместится. Пишите, равно, переписываем вот это и вешаем n плюс 2 в квадрате. Так, все поняли еще, что сделали? Вот это вот такая типичная конструкция, типичное рассуждение по индукции. Так, предположили, что формула верна. Спасибо вам. Спасибо огромное, вы все сделали. Вот. Теперь, вот смотрите, вот здесь работа. И вот здесь работа. Неприятна тем, что, собственно говоря, не знаем конку. Понимаете? Мы не знаем конку. Однако, у нас про это уже была лекция. Помните лекция о конечных красностях? Давайте я сейчас расскажу, как догадаться до вот этой формулы при помощи тех самых конечных красностей. Смотрите. Давайте вот эту штуку обозначим f от n. И мы просто составим табличку. n и f от n. Здесь n, здесь f от n. n равно 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ну и так. Так, 1 в квадрате сколько будет? 1. 1 в квадрате плюс 2 в квадрате? 5. Плюс 9 сколько будет? 14. 14. Плюс 16. 33. Плюс 25. 55. Плюс... 91. 91. А теперь смотрите. Давайте посмотрим конечные разности. В общем, в этом случае даже немножко смешно. потому что вообще-то конечные разности. Это те самые квадраты, которые мы прибавляем. Даже немножко непонятно, зачем я напишу. А теперь здесь вот что? Здесь будет 2, 2, 3, 1. Нет, тут конечно не треугольные, никакие. Дальше нули. Так, я вспоминаю, что это? Это нулевая степень, так? Это постоянные многочлены. Здесь степень какая? Первая. Здесь степень какая? Вторая. Помните ли вы, какой многочлен должен быть здесь? Третий. Третий степень. Кстати, это совершенно нормально. Вот с чем соотносит. Видите? Здесь у нас многочлен второй степень, а здесь у нас многочлен какой? Н. Н квадрат. Н квадрат. А здесь? А. Какая здесь степень, конечно? Третий. Наибольшая степень, которая получается, когда ты открываешь слов? Четвертая. Четвертая. Кстати, внизу здесь что стоит? Четыре. А здесь что стоит? Два. Два. Догадайтесь, с чего будет начинаться вот это? С чего? С граба. Ну, в многочлен какой степени? Третий. Третий. А в знаменателе будет написано? Три. Три. Ребят, а дальше вот какая идея. Вообще-то, там дальше будет просто сколько-то квадратов, сколько-то первых степеней, и сколько-то нулевых степеней. И можно применить то, что называется метод неопределенных коэффициентов. То есть, прямо взять, так и написать, что f от n, это n в кубе разделить на 3, плюс a n квадрат, плюс b n, плюс c. А дальше, бодренько, подставляем сюда вместо n единицу и пишем первое уравнение. Смотрите, какое будет первое уравнение. Одна треть плюс a плюс b плюс c, это единица. Вместо n подставляем двойку. Получаем 8 третьих плюс 4а плюс 2b плюс c. Это должно быть 5. Подставляем тройку. Получаем 27 третьих, это у нас 9. 9 плюс 9а плюс 3b плюс c, это должно быть 4. Друзья, это просто-напросто система из трех уравнений с тремя неизвестна. Ну, я бы не сказал, что это бы приятно решать. Но, в общем, ничего особо страшного-то нет. Ну, что здесь самое такое разумное, простое сделать? Наверное, от c освободится. Для этого надо взять, смотрите, первое уравнение вычесть отсюда. Сколько будет 8 третьих минус 1 третьих? Это будет 7 третьих. Согласны? 7 третьих плюс 3а плюс b должно равняться 4. Так, ну и давайте здесь от c освободимся. Значит, из последнего уравнения вычтем предпоследнее. Из 9 отнимаем 8 третьих. 9 это 27 третьих. 27 минус 8, это у нас будет 19. Значит, 6 целых, 1. 6, 7. Не нужны мне никакие вообще целые, уже большие. Это хорошо было в первом классе. Когда мы объясняли, что вот есть целые, а дроби это в старшем классе будете учить. Вы уже большие. Уже все. Уже вот эта идея, что дробей не бывает, она уже в тарелах. Итак, значит, 5а плюс b равняется 9. У нас уже получилась система уравнений всего лишь на 2. Вот давайте из нижнего вычтем верхнее. 19 минус 7 это 12. 12 на 3 это 4. Плюс 2а равняется 5. Слушайте, это счастье. А это 1 вторая. Поняли? А это 1 вторая. Теперь подставляем, ну, на самом деле неважно, сюда и сюда. Давайте сюда. Значит, что такое b? b это надо из 4 вычесть 3 вторых и 7 третьих. Так, 4 минус 3 вторых. Это у нас будет 5 вторых. Теперь надо справиться из 5 вторых вычесть 7 третьих. По-моему, это будет 1 шестая. Это? Привет, Вен. Да, 1 шестая. 15 минус 14. Значит, b это 1 шестая. И вот, наконец, мы дошли сюда. 1 тридцать плюс 1 вторая плюс 1 шестая. Это вообще-то у нас уже и есть 9. Значит, c это 0. Ура! Я могу писать комплекс. n в квадрате пополам. Что там дальше у нас? Плюс n разделить на 6. Вот, оказывается, есть стандартный вид, в котором эта формула выглядит симпатично. И запомнить нужно один раз, один вид, потому что если вы будете формулу учить в нескольких видах, то вы обязательно запомните, что живетесь и все такое. Значит, вид такой, запомните, пожалуйста. Сумма квадратов. Сумма квадратов. Вот, единицы до n. Это n умножить на n плюс 1 на 2n плюс 1 и разделить на 6. Вот такая у нас проблема. Я не хочу сейчас показывать эти картинки, просто потому что ее очень тяжело рисовать. Но если вы откроете мою энцеплопедию, то вы там увидите конструкцию, которую придумал архимедер. И она нарисована, она потрясающая. Берется прямоугольный пролилепипед размером n на n плюс 1 на 2n плюс 1. Понимаете, да? И режется на 6 фигур, у каждой из которых объем вот такой. Фигура очень понятна, что такое. Это квадрат n на n, n на n минус 1 на n минус 1, n на n минус 2 на n минус 2 и так далее. И как-то оно идет. Понимаете, да? Ну, вот это надо увидеть. То есть, я сейчас не смогу нарисовать. Вы не смогите, это все нарисовано очень красиво, замечательно и советую. Итак, запоминать надо вот в таком виде. Запоминать надо вот в таком виде. Есть еще некоторое количество, есть еще диетическое доказательство, но опять, уже не хочу время тратить. Разумеется, это можно доказать по индукции. Понимаете, да? Вот. Я сейчас хочу сделать вот что. Я хочу рассказать, как нужно доказать формулу такого вида, понимаете, не по индукции, и не при помощи метода неопределенных коэффициентов. То есть, давайте посмотрим доказательства, которых у нас еще не было. Единственное, что от вас потребуется, это знать формулу для суммы. Вот это важный вопрос. Знаете ли вы, сколько будет А плюс 1 в кубе? Да. Знаете? Если знаете, то расскажите. А плюс 1 в кубе. А плюс 1 в кубе. Что? А плюс 1 в кубе. Да. Что еще? Ребята, я специально сейчас работаю медленно для того, чтобы вы можете на настоящее слово зазнать. Итак, на самом деле считается, что вы знаете при уголе Pascal, вы знаете, что если там вместо N, то там будут бенемиальные коэффициенты, помните, бенемиальные коэффициенты и все такое. Но сейчас меня интересует только это. Вот, дорогие мои, я сейчас в эту форму буду подставлять в качестве числа A подряд все числа от нуля до N и напишу все эти равенства. Ну, единственное, я боюсь, что для понятности лучше взять в качестве N какое-нибудь конкретное число. Например, число 6. Зайдет? Поехали. Поехали. Значит, 1 в кубе это есть 0 в кубе плюс 3 умножить на 0 в квадрате плюс 3 умножить на 0 плюс 1. Согласны? 2 в кубе это есть 1 в кубе плюс 3 в кубе плюс 4 в кубе это есть 3 в кубе плюс 5 в кубе это 4 в кубе плюс и, наконец, 6 в кубе это 5 в кубе плюс. Смотрите, пожалуйста. Идея понятна? А теперь делаем следующее. Складываем по члену все эти равенства. Получается потрясающая штука. Вот здесь получается у нас просто шесть. Здесь три умножить на сумму чисел от одного до пяти. Согласны? А, кстати, я не прав. Я же представлял на шести. Я одну строчку забыл написать. Значит, шесть в кубе. Три умножить на шесть в квадрате. Трижды шесть и плюс один. Вот, господа. Еще очень важная вещь. Видите, здесь стоят кубы до шести. А здесь стоят кубы до семи. То есть, вы понимаете, что можно вот эту ночь считать, чтобы уничтожиться вот с этим вот. И останется здесь семь в кубе. Согласны? Да. Получается потрясающая разница. Семь в кубе в левой части. Правой части. Вот это вот все исчезло. Здесь осталось три умножить на сумму квадратов. Так? Плюс три умножить на сумму чисел. Ну и плюс... Сколько у нас тут строчек? От одного до семи. Сколько строк? Семь. Семь. Если мы уже умеем считать сумму первых степеней, то эта формула дает нам то, что надо. Понятная идея? Давайте я теперь нарешу эту общую бинтуру. Это надо взять. Написать не шесть, а какое-то число н. Согласны? Тогда в левой части у нас будет н плюс один кубик. Я уже не могу писать все эти ради, читать все, все все понимают. Вот. В правой части будет три умножить на сумму квадратов. Плюс три умножить на сумму. А это мы знаем. Н на н плюс один пополам. И еще н плюс один. Согласны? Ну, по-моему, мы молодцы. Осталось отправить вот это вот налево и поделить на три. Значит, получается такая формула. Один в квадрате плюс два в квадрате и так далее. Плюс н в квадрате. Это есть, смотрите, что. Это есть одна третья часть от н плюс один в кубе минус три н на н плюс один пополам и минус н плюс один. Вот. Давайте проверим, совпало или не совпало. Для этого надо, конечно, н плюс один вынести. Здесь будет минус три н минус два. Двойка исчезнет. Четыре н и три н, надо же нам один н. Н вынесется, будет два н плюс один. У меня все получилось. Поняли? Поняли. Поняли. Хорошо. Значит, господа, у нас осталось десять минут. А мы с вами, на самом деле, на самом интересном этаже. То есть, понятно, что если надо будет, то эту сумму мы сможем увеличить. Понимаете? Только надо будет писать формулу какую? Вот для того, чтобы найти квадрат, и мы писали н плюс один в кубе. А чтобы здесь найти, нужно будет что писать? И н плюс один в пятыхе. Понимаете, да? Это будет, должно быть, мрачная формула. Н плюс один в пятый, это, там, н в пятый плюс 5н в четвертый плюс 10н в кубе плюс 10н в квадрате плюс 5н плюс один. То есть, формула-то будет ужасная, но с другой стороны, ответ мы получим более-менее сразу. То есть, если угодно, я могу его даже сразу выписать, да? Там, ну, конечно, раскрывать с кубки идут уже потом, но при желании выписать его легко. Так же, как было мне хватало. Но не хочу, после времени не хочу прятать. А хочу я успеть поговорить вот об этих вещах. Ну, мы обязательно, допустим, еще раз продолжим про это. Но давайте сначала, хотя бы вот эту форму успеть надо. Пожалуйста. Просто возьмите, посмотрите. Значит, ну, 1х2 это 2. 1х2 плюс 2х3, как же считаю. 1х2 плюс 2х3 и так далее. То есть, n на n плюс 1, это будет на конечении третьей степени. Отлично. А в знаменателе там что будет? Вот n в кубе на что будет длиться? Умножьте вот эти числа, которые вы мне проектовали. 2, 8, 20, 40 и так далее на 3. И посмотрите, что это такое. Это выражение, которое получается из чисел и переменных при помощи операции плюс-минус умножить. Ну, что, ребят, типа 25х3 минус 6х2 плюс 8х. Там, где нет разведения в степени. n в степени нет, это не многочленд. Логарифм это не многочленд. Подсказка. Формула красива до абсолютного совершенства. Вот песенка Мэри Борфис, да? А в какое блаженство, значит, я совершенство. Вот эта формула, она совершенна. То есть, нужно быть третьей степени. Третьей. Знаменатель, это должна быть тройка. Что же это будет такое? n в кубе на 3. Нет, конечно. n в кубе на 3, она очень часто будет нецелая. n в кубе на 3. Что-что? n? n в кубе на 1 в кубе на 3. Ну, тогда для 1 вы получите ответ 0. А между тем ответ должен равняться 2. n в кубе на 1 в кубе на 3. Отлично, выходите, пишите. Да, в знаменатель назвать тройка. Отлично. Замечательно. Это правда. А можете вы записать формулу следующей степени? Сейчас я подумаю. Догадайтесь. n в кубе на 3. Умножить на n в кубе на 3, а в знаменателе на 4. И жить быстрее. Замечательно. А теперь, пожалуйста, идите на левую долгу. И посмотрите, что там. И у нас есть специальное для этого замечательное значение. Чтобы не писать, n на n плюс 1 на n плюс 2 на n плюс 3 на n плюс 4. Это называется n в возрастающей четвертой степени. И делить надо на что? На 5. Делить надо на 5. Нет, вот здесь у нас четвертая степень. Здесь n в пятую, я скажу, что здесь. Делить на 5. Замечательно. А здесь? И в какой же степени? В шапку с первой. Ребята, формулу не видно. Спасибо. Единственная простая. Максимальная простая. Понимаете? Продолжение следует. Спасибо.